Добрый день, дорогие мои! Итак, я давно хотела вам показать, как нужно шить врезной карман в листочку. На базе вот этого метода, который мы сегодня с вами разберем, у нас получится очень много других врезных кармашков. И вы посмотрите, какие они получаются чистенькие и аккуратные. Итак, мне нужно вот такую листочку сделать на пальто, на жакете. Я ее выбрала величиной 3 сантиметра, чтобы было вам видно хорошо и понятно. На самом деле я могу, конечно, делать и 1,5 сантиметра, и 2 сантиметра, и 1 сантиметр. И рамочки можно делать вот по этому образцу. Теперь я провожу вот такие вот ровненькие линии. Значит, первая линия была вход в карман. Вторая линия у меня была притачивания вот этой листочки. Теперь третья линия, это ограничение нашей листочки сверху вниз. Вот так вот, да, по бокам. Ширина этой листочки у меня, вернее, ширина 3 сантиметра, а длина у меня 14 сантиметров. Вообще, прорезные кармашки делают 14, 15, 16 сантиметров, чтобы вы знали. Вот на этом месте у меня будет листочка. С этой стороны я этот участок проклеила. С изнанки мы этот участок обязательно проклеиваем дублерином, чтобы те рассечки, которые нам нужны, как раз очень хорошо позволяли обработать вот это все. Теперь, сама листочка, она у меня будет 6 сантиметров в ширину и припуски, она будет со сгибом. Значит, здесь у меня взято 8,5 сантиметров. Я проклеиваю эту листочку, а шириной она у меня, в длину, вернее, она у меня, равна листочку формата А4. Вот этот листочек формата А4 очень нам помогает. Вот видите, какая ширина у меня, длина этой листочки. Хотя размер ее будет поменьше, конечно. Я потом это все почищу и уберу. Так, эту листочку я с изнаночки всегда проклеиваю дублеринчиком. Очень часто я не пускаю дублерин, если он у меня крепенький, и в ее вот эти вот боковые участки, которые потом будем высекать. Но у меня сейчас очень тоненький дублерин, я приклеила ее примерно как-то так. Дальше мои действия будут следующими. Я эту листочку вот так вот пополам перегну, поутежу, и один край вот этот длинный обметаю. Результат вам покажу. Шить буду контрастными ниточками, чтобы вам было хорошо это видно. Что еще я сделала для того, чтобы подготовила, чтобы сделать этот карман? У меня, посмотрите, две заготовочки формата А4. Одна будет являться мешковинка подзором, поэтому она из основной ткани, и другая просто мешковинка, может, выполнена из чего угодно. У меня вот из такой вот зелененькой подкладочной ткани она сделана. Я подготовила вот эти мешковинки. Дальше. Что еще мне нужно сделать? Вот смотрите, здесь у нас будет с вами вход в карман. Нарисую на изнаночной стороне, чтобы я его здесь хорошо видела. Какие у меня ограничения к нему. Вот так. И вот так. Изобразила на изнанке. Что, собственно говоря, не очень-то обязательно и делать. Низ у меня вот здесь, как бы пальто у нас, вот такой кармашек под наклоном. Вверх у нас вот здесь. Переворачиваем сюда. Вот здесь должна быть листочка. Рука пойдет у нас вот в эту сторону. Вот так вот вход будет. Поэтому, смотрите, я беру вот эту мешковинку. И вот таким вот образом, я еще хочу, чтобы она у меня по долевой нити, у меня под бортик вот так пойдет, была как-то расположена. Поэтому я постараюсь ее разместить не вот так, чтобы мешковина не болталась, а чуть-чуть под уголочком, чтобы было всем комфортно. Так, дальше что я делаю? Я смотрю, чтобы вот этот вот уголочек, видите уголочек у меня, да? Место здесь слева и справа оставалось, вверху и справа оставалось для обработки. Еще где у меня уголочки? Еще вот здесь вот уголочек, вот этот вот уголочек, здесь места мало. Я вот так вот подвину, проверю вот этот уголочек. То есть я размещаю свою мешковинку так, чтобы мне было потом удобно вот ее обработать со всех сторон. Вот здесь вижу, мне нравится. И вот здесь вот вижу, мне тоже нравится. Вот такую мешковинку я приготовила для обработки нашего кармана. Беру булавочки и в четырех уголочках вот эту мешковинку прикалываю к нашему изделию. И забываю о том, что у меня вот здесь есть какая-то заготовка для мешковины. Ну, сама, собственно говоря, мешковина. Но форму я не рисую никогда сразу. Вот таким образом я приколола свою мешковинку. Проверим здесь, проверим здесь. Ну, и там тоже всего нам, собственно говоря, хватает. Так, так, пусть так остается у нас. Выбрали, выбрали. Вот эта мешковинка, она будет закрывать потом нашу следующую мешковинку. И следующее действие, она тоже будет, она тоже формата А4. И следующее наше действие, это подготовка вот этой вот самой, собственно говоря, листочки, которую я буду вот сюда настрачивать. Я сейчас пойду ее поутюжу и обметаю один край. И буду дальнейшее действие вам покажу. И вот наша заготовка. Смотрите, на самом деле, не важно, каким цветом ниточек вы будете это обметывать. Это будет жить в самой мешковинке, в кармашке, и никто не будет этого видеть. Теперь мне нужно на этой заготовочке нарисовать размер точной листочки, 3 сантиметра. Вот так вот кладу линейку, видите как, и 3 сантиметра вот здесь изображаю. Хочется поярче сделать, но толстовато получилось. Затем соображаю, как у меня будет эта листочка лежать. Вот так она должна у меня лежать. Значит, я ее вот так переворачиваю и посерединочке вот таким вот образом располагаю и начинаю прикалывать булавочками. Все делаю по булавкам, когда с кармашками работаю. Одна булавочка обязательно в центре, вторая булавочка обязательно за пределами этой листочки. Вот здесь и вот здесь. Вот эти полосочки позволяют нам положить ее идеально ровненько. Третья и четвертая булавочка у меня обычно вот тут посерединке. С этой стороны и вот с этой стороны. И хорошие булавки попадаются, их надо выбросить. Затем беру линейку и отмечаю ровненько вот это место, откуда должна начинаться наша листочка. Сейчас я пойду и прошью от этой точки вот до этой точки на машинке. Результат вам покажу. Когда вы работаете с булавочками, с кармашками, никогда не жалейте время на то, чтобы отсекать ниточки. Видите, здесь у меня убраны кончики и вот здесь у меня убраны кончики. Я люблю чистую работу. Булавочками приколота мешковинка на изнанке и прошита вот эта строчка и все почищено. Следующий номер нашей программы. Вторую мешковину я должна пришить вот к этой линии. Вот к этой линии будем сейчас ее пришивать. Но прежде чем пришить, вы знаете, что когда мы разрез сделаем, она у нас вот сюда вот так листочка отодвинется. Я вам хочу сказать следующее, что используя вот этот прием один к одному, вы можете работать с карманом в рамках. То есть рамочку вы будете делать в половинку величины и одну рамочку будете пришивать снизу, а вторую точно такую же рамочку вы будете пришивать кверху. И у вас получатся рамочки, две как бы листочки вот таких вот, две полоски пришиты с двух сторон. У меня одна листочка. И поэтому роль второй рамочки является, у меня будет играть моя мешковина. Вот эта вот деталь. Смотрите, она у меня выкроена. Я нахожу лицо. Вот здесь у меня будет лицо. Теперь я подкладываю ее, выкладываю ее сюда таким образом, чтобы она у меня, ну, хотя бы максимально соответствовала положению вот этой мешковинки, которая изнутри, снизу у меня идет. Вот здесь вот я проверила уголочек, вот здесь вот я проверю уголочек, вот так вот мне хочется положить. То есть, понимаете, да, вот здесь проверила еще раз, вот здесь, вот здесь они совпадают. Везде все совпадает. То есть вот так лицом кверху должна лежать вторая мешковинка, которая выполнена из настоящей ткани. Сейчас, одну секунду, я еще подкачу мелочек, потому что буду рисовать очень остренькие линии и хочу, чтобы было у нас максимально наглядно и видно. Подкачила мелочек. Теперь смотрите, внимание, к какой линии мне надо пришивать? К верхней, вот к этой линии. Я кладу линейку вот так. Здесь я вижу начало этой линии, здесь я вижу ее продолжение. И рисую. Вот такую полосочку нарисовала. Эту полосочку я должна нарисовать два раза. Я отгибаю вот так и рисую ее вот здесь, на нижней стороне своей мешковинки. Затем на нижней же стороне своей мешковинки я отмечаю начало листочки и конец листочки. Вот так вот отметила. Затем опять раскрыла. Здесь положила линеечку вот так и отметила начало и отметила конец этой листочки. Вот по этому шву мне надо пришить свою мешковинку к верхней части нашего кармашка. Посмотрите, какое действие. Я беру двумя пальчиками за эту мешковину, вот так вот взяла и переворачиваю ее вот так. Так, чтобы вот эти линии у меня совпадали. Я их вижу и уголочки я хорошо вижу. И у меня получилась вот такая история. Видите, как я перевернула? Давайте еще разочек посмотрим. Значит, у нас лежало все вот так. Мы нарисовали и здесь, и здесь вход в карман. Это лицо внизу-изнанка. Берем за эти отметочки и переворачиваем вот сюда. И укладываем эти линии так, чтобы у нас совпадало все на свете, что должно совпасть. После этого опять спокойненько берем булавочки или приметываем. Если у вас есть время, можете спокойно приметать по этой линии, да, но прежде чем приметать, я тоже сначала проколола бы булавочками все, потому что только булавочки позволяют нам даже сметочку выполнить очень хорошо и ровненько. И по идее я должна прошить вот по этому шву, который здесь нарисован. Но я не могу его контролировать относительно вот этого шва. А мне надо, чтобы между ними было точно 3 сантиметра, то есть ширина нашей листочки. Поэтому смотрите, что я делаю, чтобы это выполнилось условие. Переворачиваю вот сюда, наизнаночку. Здесь, смотрите, мы отлично видим, где у нас было прошито. Вот так кладу я линеечку свою, да, прошитая строчка видна. Я сдвигаю свою линеечку. Вот так, вот они мои любимые 3 сантиметра, да. И уже сейчас вот на этом, на этой подкладочке рисую то место, по которому мне ровненько-ровненько надо прошить. Вот я его изобразила. А сейчас под прямым уголочком я нарисую начало. Я ориентируюсь вот на эту точку, да, и конец. Мне тоже все прекрасно видно и прекрасно понятно. И сейчас я пойду на машинку и буду прошивать вот с этой стороны с закрепочками вот эту линию. то есть я буду притачивать мешковинку вторую или подзор, как будем его называть. И результат покажу. Идем дальше. Я прошила вот по этой линии, но прошивала я вот с этой стороны, как вы помните. И у меня очень хорошо видно, что вот в этом месте сформировалась симпатичная такая две параллельные прямые и между ними вот такие прямые уголочки. После того, как я пришила вторую мешковинку, вот эти булавочки, которыми я прикалывала первую мешковинку, я убираю. Они уже сыграли свою роль. Теперь мне нужно сделать разрез. Посмотрите как. Я делю пополам вот это все и такую рогаточку делаю с одной стороны и с другой стороны. вот так. И с этой стороны тоже. Уголочки стараюсь оставлять побольше немножко, чтобы удобнее было с ними работать. Не мелкие какие-то, а побольше. Вот так сделали. Теперь берем в руки ножницы. Очень осторожно отодвигая вот эти вот ткани. Мне нужно сделать разрез вот здесь посерединке. Вот так ладошку поставлю, чтобы не захватить. Делаю вот такой вот надрез. Сделала надрез. Еще разочек отодвинула там. Видите, как вот это все отодвинула ручками. Держу. И начинаю разрезать только два слоя. Слой ткани нашей и вот эту вот зеленую мешковинку. И не дорезая одного миллиметра четко вот в этот уголочек делаю разрез. Два миллиметра оставить и ничего не получится. Вот так вот четко в уголочек делаю разрез. Один миллиметр только не дорезаем. И с этой стороны все повторяется. Один миллиметр. Хорошие глазки надо, чтобы были и хорошие остренькие ножницы. Вот так вот такую рогатку мы с вами вырезали здесь. После этого выводим вот сюда наизнаночку нашу листочку. Сначала работаем с листочкой. И она должна выглядеть здесь как-то вот так. Вот видите, у нас торчит вот этот припуск из-под этой вот из-под отмета края. Поэтому я этот припуск возьму и аккуратненько уберу. мне такие широкие припуски большие в кармашке конечно же не нужны. Сейчас я его удалю. Так, удалила. И пойду настрачивать вот эту листочку вот на вот эту мешковинку. Не насквозь, а только на мешковинку. настрачу и вам покажу. Вот я прошила два уголочка. Вот один уголочек пришит с этой стороны два раза в одно и то же место. Встаем иголочкой прямо в самое-самое ребрышко. Так это выглядит наизнаночке. И второй уголочек точно так же мы прошили. Вот это вот уголочек и вот так это выглядит наизнаночке. Изнанка выглядит вот так. Лицо выглядит вот так. Вот сейчас нужно пойти на утюг и вот это все зафиксировать утюжком и убрать после этого лишние ниточки наметки. Пара генераторов включать не стала, а утюг не хватает у него мощности, чтобы убрать вот эти меловые линии, но я думаю, что они вас не будут смущать. Вот посмотрите, я убрала нить наметки сверху и снизу убрала. Вход в карман пока у меня остается закрытым. Что мы видим на обратной стороне? Мы видим вот такую штучку на обратной стороне. Я кладу вот так ручку после этого и рисую, намечаю себе мешковинку вот этот самый вход в карман, который я хотела бы видеть. Ну, например, вот как-то так. Могу сделать так у нас верх-низ. По-моему, будет все нормально. Наметила мешковинку. После того, как наметила мешковинку, я беру две саму форму вернее мешковины и две мешковинки вот так вот иголочками скалываю друг с другом в нескольких местах. Вот так и вот так. Видите, подложила ручку и вот так скалола, приколола их друг другу. И вот здесь обязательно существует одна вот такая история. Я буду по этой мешковинке, по форме вернее, по той, которую я нарисовала, прометывать. Почему прометываю я? Потому что я форму вот этой линии не вижу со стороны зеленой мешковинки, а строчить буду обязательно со стороны зеленой мешковинки. Сейчас вы поймете почему. Потому что я буду еще разочек захватывать саму листочку, то есть вот этот вот вход в карман красивый, который у меня нарисован. Сейчас я прометаю все, чтобы я видела вот это на изнаночке у себя. Ну и обычно я дальше не прометываю, а для того, чтобы вам было понятно где я буду шить, я сейчас прометаю все остальное. Я буду шить вот здесь. Вот видите уголочек у меня, да? Прошился еще раз. Потом я буду шить вот здесь в 0,1 буквально близко-близко к тому месту, по которому у меня уже пришито. То есть второй раз у меня строчка пойдет по одному и тому же месту. И конечно я развернусь и буду еще прошивать вот по этому участку. Вот по этому участку. Посмотрите, эти булавочки мне больше не нужны. Сейчас я пойду за машинку и буду прошивать вот так. Вот так положу, отогну и шовчик у меня пойдет в 0,1 вот здесь. Потом отогну вот сюда. он у меня пойдет вот здесь. Дальше он идет прометанный по моей мешковинке вот так вот так вот так и когда доходит до конца моей листочки он у меня пойдет вот сюда и вернется сюда. То есть из какой точки я начну в эту точку я и вернусь. Результат я вам покажу. вот так выглядит у меня моя история на изнаночке. Значит еще разочек вот здесь строчка вот она проложена дальше вот здесь я прошивала вот эта строчка вот она идет вот она идет и вот этот кончик я тоже захватила видите идет строчка и вернулась туда откуда я начала вот так я прошила так это выглядит у меня на изнаночке по периметру это выполнено отсюда сюда сюда и сюда и так это выглядит у меня на лице я уже могу отпороть вот эту вот штучку теперь я беру оставляю полтора два сантиметра лучше два сантиметра и вот таким вот образом подрезаю все лишнее так вот так вот так вот так давайте вместе сделаем это а потом я пойду на верлок и уже там обметаю вот этот край я люблю свои кармашки делать чистенькими то есть вот так аккуратно и красиво все обметывать сейчас я пойду на верлок все обметаю по утюжу и результат вам покажу вот так кармашек выглядит у нас сейчас уже на изнаночке кармашки вот наш как говорится вход в карман посмотрите ну у меня ткань очень сильная синтетика и кармашек надо сказать конечно получился не идеально я немножко спешу как всегда но хочу вам рассказать свои ошибки чтобы вы их не повторяли значит вот видите вот это вот верхняя сторона на миллиметра 2 короче нижней стороны и кармашек выглядит вот так и плюс ко всему я все-таки побоялась сделать разрез 0.1 не дорезала чуть-чуть до этих уголочков и у меня вот эта часть она капельку видите как бы присобралась ну как бы там ни было когда вы будете работать допустим с тем же твидом с какими-то костюмными пальтовыми тканями там вот эти все нюансы они совершенно не видны посмотрите как это выглядит здесь вот так и наш наш обметанный край листочки настроченный на мешковинку на зелененькую выглядит вот там вот так внутри да вот такая вот здесь картинка в общем-то хорошая и самое главное посмотрите как это выглядит у нас с изнанки если вы захотите вот здесь найти хоть какой-то открытый край вы его не увидите потому что приколов повторяю еще раз свою методику да приколов вот эту вот зелененькую мешковину к своему к нужному месту сразу в карман вы все мы все припуски спрятали вовнутрь и видите какая чистенькая работа у нас вот здесь вот на изнанке и наши концы вот эти они прошиты по нескольку раз и никогда такой кармашек у вас не будет вырываться всегда будет все чистенько аккуратно и хорошо ну вот собственно говоря и все что мне хотелось вам рассказать так что пробуйте дерзайте и учитесь сделать вот такие чистенькие кармашки кстати я их обметываю даже тогда когда у меня шьется изделие на подкладке всем всего доброго всегда ваша Галина Коломейко